всем привет я пропала каюсь извиняюсь очень много работы но я надеюсь войду в нужное русло и буду как раньше раз в неделю выкладывать видео но я к вам пришла стемпингом задобрю вас им никакой аэрографии сегодня будет будет сложный дизайн стемпингом будет ревессирный реверсивный стемпинг будет просто стемпинг будет там перекрытие еще и молочной базой короче там чего только не будет еще будет укрепление геля в общем вы кайфанете с этого видоса я думаю смотрите чего у нас получается я сделала один видосик для шорцев тире рилсов и получится вот такой вот красивый маник всем анимешникам привет или как мы с вами любим по-модному говорить привет медведь молодежь в общем чего у нас здесь такое я здесь укрепила гелем восстановила ноготь сделали мы стемпинг перекрыли матовым топом сделали тотера вот и сейчас вот все остальные пальцы превратим в такой же и посмотрим что из этого получится начинаем очень непривычно неудобно снимать на все эти камеры потому что я уже от этого отвыкла но за это время я научилась зато делать красивые рилт и прошла курсы и теперь я стала мега крутым рилсмейкером так скажем делаю теперь нереальные переходы я думаю кто-то уже заметил кто смотрит шорты на ютубе вот очень можете посмотреть это вам понравится после снятия ногти выглядят так здесь было очень много отслоек просто потому что клиент у меня переносил покрытие и так очень часто случается когда перенашиваешь особенно длина какая-то есть при этом и покрытие просто начинает отслаиваться ну и вообще в принципе натуральные ногти начали крутиться вот этот вообще похож на палочку из гарри поттера указательный палец ну как часто это бывает он клюет поэтому все мы будем это выравнивать мизинчик держится молодец и большой палец с ним тоже все зашибись все супер перед гелем мы будем укреплять гелем я буду сейчас запиливать ногти кстати что произошло новенького за этот месяц я перешла на основы мне вот как-то не знаете вот зашли именно вот мне понравилась жесткость пилки и понравилось именно то что они не сгибаются короче вообще прям супер ровно пилит супер классно начинаю запиливать всю плоскость для того чтобы ну просто не было отслоек никаких чтоб все хорошо носилось вообще наверняка это видео будет смотреть много анимешников кому нравится аниме я если честно не из ваших рядов я здесь такая хайповщица хайпую просто на вас я пробовала смотреть пробовала смотреть от отора мне если честно вот этот мультик вообще не зашел он был какой-то такой супер детский супер как-то ну вот неинтересный для меня сужи сюжет но например мультик как он называется бродячий замок а ходящий ходящий замок а так рекламная пауза но например ходячий замок вообще бомба или вот этот мультик где было такое чудище какое-то которое жрала все вокруг людей типа там на еду на общем такое наглое привидение вот это вот мне тоже прям очень-очень зашло вот а все остальное я как-то ну не смотрел мне как-то вот не 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 зашло мне как-то не интересно хотя вот мой рома он вообще лютый анимешник он прям обожает смотрит вот все что выходит ему вот прям наоборот зашло еще из аниме я смотрела не знаю насколько это аниме это наверное когда рамы больше тетрадь смерти но типа не мультик именно а именно фильм вот вообще мне вот он прям безумно понравился очень интересно наверное анимешка тоже интересно кстати напишите в комментариях понравилось вам или нет или вообще посоветуйте мне какие-нибудь фильмы какие посмотреть мультики вот эти вот так приступаем к следующему этапу поднимаем кутикулу и будем работать после этого фрезой следующий этап это фреза пламя тоже проходим все вычищаем здесь в середине ногтя из кожи чтобы маник получился прям супер супер чистый какой-то выусенец тут нашли будем его убирать и ковыривать самое главное не давить на фрезу сильно и такими знаете легкими легкими движениями и он всегда отваливается сам потому что от давления это сразу будет дырка какая-то поэтому набираемся терпения и просто гладим гладим и девочки за этот месяц изменились не только пилочки потому что я начала работать ножницами как и обещала вам в прошлом видео я научилась ими работать делаю я пока конечно срез очень неуверенно но несколько раз конечно кромсала клиентов но мне кажется все равно получается неплохо я вот сейчас просто буду замирать и кусать путику надеюсь никакого кровопролития не произойдет у нас и надеюсь вы меня тоже не сглазить а то знаете иногда вот бывает такое что начинаешь что-то снимать и сразу кровь кишки вылазит у клиентов еще очень случается что-то не получается вот но пока чувствую прям что вы даете мне сил мощи потому что даже колбаса одинаковая выходит мне кажется это очень мой самый лучший срез сейчас так все а эту шмойку я убираю так штатив держите себя в руках пожалуйста я ее убираю вот так вот в переворот и вот так вот докусываю и отрезала все все срез вам показал свой все гордимся мной маникюр готов теперь нужно все дело обезжирить и будем готовиться к укреплению гелем кстати гель очень крутой настолько крутой что вы его можете купить на валберес кстати сейчас вы сами все увидите потому что этот гель вам сто процентов надо потому что ну сейчас сами все просто увидите все что я вам объясняю перед гелем нужно сделать обязательно подложку я буду использовать rubber базу от вира она очень хорошо подходит для этой задачи эластичная и прям для подложки самое то я вот прям обычно сразу все намазываю сразу капли вот эти все набираю на ногти и кисточкой буду потом разравнивать прям беру плоскую кисточку которую использую для геля и вот прям ей очень хорошо все вымазываю потому что если где-то этой базы не будет то это будет сразу у вас от свой к не забываем про нашу палочку гарри поттера и после укрепления гели бы ее вообще не узнаете и забыла заклинание гарри поттером можно было что-то придумать ну что господа вы готовы увидеть самый идеальный самый прекрасный гель я думаю вы сейчас говорите да у экранов в общем помните в предыдущих видео я вам рассказывала то что вот тестирую как раз гели в общем я их дотестировала и в общем этот гель просто мега офигенный мега идеальный вот такая вот красивая у баночка но это вам показываю красивую ту который вы будете получать а я пользуюсь конечно такими стрёмными потому что это так скажем первые образцы всяких этикета которые не подходили в общем видите такую баночку за ней тоже есть большая история как она создавалась и так далее так мы будем делать молочную подложку молочное укрепление кстати вот молочный цвет очень хорошо подходит для вообще любого абсолютно цвета потому что на него ложится как проще пигмент то есть например вы используете желтый цвет прям наносите молочный гель молочную базу и у вас будет намного лучше плотнее наноситься многие цвета сразу в один слой начинают класть за счет того то что ну вот такой вот он плотный у него средняя консистенция то есть знаете вам будет комфортно работать он не будет и затекать но и при этом он будет и хорошо разравниваться сейчас покажу вам попробую как-нибудь показать в общем вот такой вот он легко легко набирается небольшая капелька при этом вроде бы и форма держится но при этом и все равно как немножечко так отекает короче очень очень удобно и в работе но знаете если вдруг кому-то даже все равно все мастера по-разному работают да у всех свои какие-то предпочтения кто-то любит погуще кто-то любит пожиже вы вообще в принципе можете купить себе подогреватель специально для гелей такая платформочка я вам сейчас здесь фоточку вот оставлю платформу ставите любую банку с чем угодно и у вас материал жиже становится если хотите погуще в холодильник засунули пожалуйста работайте с этим материалом гуще он отлично подходит для укрепления и для наращивания ногтей то есть хорошо держит форму при этом не проседает покрытие то есть нет никакой усадки все очень погнали использовать его в работе беру свою вот эту плоскую кисточку и начинаю сначала подложку класть то есть самое важное чтобы у вас гель не заходил за вашу базу ни в коем случае иначе это будет сразу отслойка поэтому за базой следите когда вы ее положили где чтоб все хорошо носилась у клиентов нанесла теперь я беру капельку смотрите на свое усмотрение потому что все техники абсолютно разные кто-то любит потоньше кто-то любит наоборот такие супер мега плюшки я вот возьму ну я думаю вот столько будет вообще вполне достаточно так ставлю эту капельку и начинаю как обычную базу от гель-лака распределять и тянуть ее к торцу все равно мне кажется так слишком взяла поэтому вот все что не набралось у меня на ноготь сразу все в мусорку так скажем обратно в тюбик все так после этого немножко подравниваю видите пока я начинаю подравнивать даже блик сам появляется очертание ногтя он все равно опиливается в конце в любом случае потому что у нас принципе ногти еще не подпилены но уже все равно вот прям выравнивание есть переворачиваем ну и все чё выравнивание есть опилим и все будет круто можно самой подтянуть эту каплю еще короче очень быстро в работе получается с ним работать и удобно и сушим его в лампе 60 секунд надеюсь вы заметили вообще укрывистость цвета посмотрите вот какой классный вот этот вот не знаю соотношение так скажем прозрачности что и видно что молочное но при этом не просвечивают свободный край потому что многие клиенты они психуют если честно когда начинает просвечиваться камуфлирующая база там или гель сами выбирают этот вот камуфлирующий цвет полупрозрачный потом удивляются что почему он вдруг стал прозрачным и вот здесь вот прям очень классное такое соотношение что вот прям вот идеально подойдет для вот тех самых ценителей чтобы не просвечивал свободный край у ногтя короче работать одно удовольствие с этим гелем я вот прям кайфанула и я вот теперь поняла вот эту разницу почему раньше я не любила гель вообще просто потому что попадались просто не очень какие-то консистенции которые мне были лично ну неудобны в работе поэтому самое важное подобрать для себя удобный материал я уже за вас его подобрала между прочим поэтому артикул еще раз оставляю вам для того чтобы вы тоже начали кайфовать от работы с этим материалом тем временем наша палочка гарри поттер превращается в красивый миндаль уже заметно прям как он стал уже таким ровненьким сейчас его опилим и он вообще будет прям в порядке выкладку сделала обезжирила ногти и начнем сейчас или ведь пилить пилить форму сравниваю их тоже между собой чтобы они были ну симпатичные как бы красивые подпиливаю боковушки тоже блин в этот стемпинг я вообще влюбилась мне вот последнее время прям очень нравится его делать такие необычные дизайны всякие можно сделать еще знаете очень прикольно то что настолько креатив какой-то зашкаливает просто в эти моменты когда ты придумаешь какой-то дизайн вроде смотришь на палетку она такая серая какая-то невзрачная а потом рождается какие-то вообще прям супер необычные какие-то маленькие которые вообще невозможно как-то вот повторить и сделать одинаковыми короче вообще бомба так ну в общем палочка наша уже стала симпатичной выровняли все вот эти стенки и гелем очень прикольно укреплять потому что у вас сразу выравнивание укрепления плюс форма красивая все в одном короче это прям бомба кстати сверху блик ну почти он не искажается поэтому сверху опил особо-то и не нужен чуть-чуть совсем я его подровняю этот ноготь ну а так вообще получается что этим гелем можно класть даже вот без какого-то дополнительного опила если постараться посильнее то можно прям вообще офигенно его положить гель после опила очень красиво смотрится очень мне нравится вот эта вот форма но вот этот пальчик прям вообще такое вот бомба прям вообще не могу вот прям супер просто супер мелода переворачиваем теперь руку и будем выпиливать изнутри видите вот прям вот здесь такая супер толщина получилось где-то миллиметра три это как раз за счет того потому что мы приподняли клеющий ноготь он бы так спилился и вот здесь вот гель тут натуральный ноготь и поэтому сейчас мы все это дело будем выпиливать для того чтобы ноготь был симпатичный и красивый я все делаю твердосплавной призой плюс этот этап нужно обязательно сделать для того чтобы покрытие держалась и не отслаивалась все начинаем самое интересное пишите кстати в комментах вам интересно вообще смотреть как я делаю подготовку перед покрытием кутикулу как обрабатываю как вообще выравниваю потому что иногда мне кажется что это настолько просто обычно что никому уже это не интересно и дизайны намного интереснее будем покрывать сейчас цвет easy green 017 от вира можно купить на сайте но в будущем мы планируем всю продукцию нашу уже выставить на валберес чтобы было удобнее заказывать но пока можно это все приобрести на сайте покрывается тоже он очень хорошо знаете он как плотненько ложится но все равно я бы его покрыла в два слоя чтобы прям вообще не просвечивал и вообще в принципе я любитель покрывать его даже самые плотные цвета всегда в два слоя для того чтобы все ну прям хорошенько перекрылась для того чтобы все хорошо прокрасилась иначе мне кажется что где-то что-то я не домазала или блин будет просвечивать еще свободный край я такой прям не очень сильно люблю очень приятный цвет наверное такой фисташковый какой-то прикольный красивый чем мы делаем беру теперь на кисточку каплю цвета и начинаю прокрашивать под кутикулу я мы замираю в этот момент чтобы ничего не ткнуть и не задеть лишнего и сушим в лампе я цвета сушу у меня новые сейчас лампы и там только один режим на 60 секунд ну а так вообще я сушу всегда по 30 настало время стемпинга я покрасила все ногти очень красивый цвет но если вы заметите то вот этот немножко бледнее за счет того то что мы молочным цветом перекрыли так я беру свою первую палетку у меня это свенки 107 покупала тоже на вб можете прям загуглить может быть они есть наличие может нет здесь я буду использовать вот этот пастор по моему называется модно ну короче вот этот рисуночек буду использовать а так вообще прикольно вот все для реверсивного стемпинга как раз таки прям очень будет красиво подходить мне кажется что-нибудь с горами тоже какой-нибудь красивый маникюр можно сделать ну и вообще в принципе идеи моря можно придумать каких-то так в общем кладу ее на салфеточку чтобы не заляпать также расскажу вам мне нравится очень сильно вот эта жидкость для стемпинга она просто будет на раз убирает все без каких-то разводов ядренная очень смесь я не знаю что они туда налили но это вообще это жесть но убирает прям очень хорошо конечно же штучка которая прилипла в общем это каталка для шерсти так скажем для всякой вот грязи с вашей одежды штамп штамп у меня такое уже супер мега потрепанный скрапер скраперы разного размера бывает я буду использовать софт и чё вроде бы все давайте начнем так мне нужна краска краску мы используем вот такую вот зелененькую от go stamp 72 номер начинаю ее вот так вот намазюкивать обильно беру скрапер скрапером провела катаю отпечатался рисунок и погнали бомбить так оп 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 пружине не знаю зачем потому что сразу с первого раза уже все печатается блин просто бомба вот мне нравится знаете вот это вот решение здесь такое что не просто черные а именно зеленые потемнее и смотрится намного как-то ярче как то вот не знаю как то вот поприкольнее смотрится лишнее убираю теперь все по новой в стемпинге меня бесит что нужно постоянно вот это вот все дело вытирать протерла рисунок протираешь протерла убираешь все потом все катаем заново красочки не жалеем теперь берем штучку трючку катаем рисунок проверила и кляцаем офигенный у меня словарный запас просто вообще но знаете я когда туплю я все время говорю что я маникюрщица и знаете как-то легче жить после этого становится что просто час маникюрщицы взять как бы главное что ногти красивые делает и все а дальше уже пофиг другая палитра которая будет использоваться это от гоу стемп уже аниме байя карасте лена нейлс ссори что я как-то это так сказала невнятно просто сами понимаете английский но очень тяжело читать и это 61 пластинка тоже прикольные вот эти анимешки очень много всего для реверсивного стемпинга и мы будем здесь использовать вот этих вот милашек тотера еще было бы прикольно добавить вот этих вот блин забыла как они называются этим ушки не помнишь как они короче это типа пылинки типа по моему да что такое короче как и грязь извините пожалуйста товарищи анимешники короче это мы сейчас будем закрашивать реверсивным стемпингом сейчас покажу как но для начала нам нужно перекрыть наш стемпинг фон люкси о коем просто молочным цветом любым каким-то либо если у вас например нет какого-то жесткого выравнивания можно даже комплирующую базу например взять и выравнивающим слоем просто сделать так наношу просто тоненьким слоем и сразу прям такая красивая дымка получается они вот эти цвета еще больше как-то женятся так назовем это вот в общем перемешивается между собой прям очень очень симпатично сушим тем временем подготовлю все для реверсивного стемпинга беру черненький вот этот рисунок хочу отпечатать бам бим и переносим рисунок вот такой он у меня получился ровненький все лишнее убираю с помощью вот этой вот каталки липкой господи все прилипло к ней и убираю и теперь нужно подождать пока вот этот черный контур подсохнет у меня тем временем на другом штампе уже все высохло то есть это уже сухой контур и сейчас я буду его раскрашивать для самого этого тотора я буду использовать вот такие два оттенка от свенки вот их номера и также у него есть такой прям супер-супер маленький листик на голове и я возьму вот такой вот оттенок я кстати не думаю что этот листик будет заметен потому что у него прям очень такой толстый контур но все равно мы попробуем это тоже сделать вообще очень прикольный процесс как будто раскраску какой-то раскраску какой-то так листик уже готов то есть это всего лишь одна точечка а теперь нужно взять вот такой вот как не знаю как его коричневый наверное цвет ну короче такой серо-коричневый какой-то беру его и кисточкой начинаю заполнять такой хотел сказать умное слово короче это такой медитативный медитативный короче это такой медитативный ветеринарин 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 ладно я все я молчу я просто работаю и все общем я сейчас занимаюсь медитации и все ну короче я маникюрщица чего вы но знаете я когда туплю я все время говорю что я маникюрщица и знаете как-то легче жить после этого становится чего вы хотите от меня вы что думаете на канал здесь по русскому языку зашли нет это канал по рисованию на ногтях и все поэтому я могу вам помочь только с этим вопросом вообще я слышала что для стемпинга вот такого реверсивного лучше подходят гель-краски господи это не гель-краски а лаки просто обычные короче лучше подходят dance легенд или лесли вот но я эти фирмы еще не пробовала нужно разориться и купить их у меня очень большая палитра вот гоустемп с венки поэтому я вот попробовала ими работать и поняла что они отлично вообще с этой задачей исправляются этому я не запариваюсь и просто вот использую их тем временем у меня уже получился вот такой вот чубрик милашный и осталось ему только вот пузико прокрасить и кстати я хочу еще ему сделать тенюшки вот под вот этими чешуйками его потому что я посмотрела на картинки на pinterest и там как раз вот было прорисовано этот момент и вообще вот в реверсивном стемпинге чем больше детали тем интереснее рисунок смотрится все затянулось залезла блин случайно уже в просохшую краску ну я думаю этого не будет заметно можно прям посмотреть такая точка появилась ну ничего страшного сойдет все-таки бесплатно здесь работаю поэтому пофиг сойдет главное что видео записали а на фотки и зафотошопить можно так все переворачиваю смотрю милашка прям вообще получился такой штамп извините что он такой зашмяканный немножко но милашно прям получилось жалко что листик не прям супер видно но ничего страшного ну и теперь тут самый ответственный момент когда нужно перенести рисунок я решила что я сделаю так под разными наклонами всякими для того чтобы они так прикольно хаотично смотрелись шляпу и все готово боже мой какие вообще милые просто я не могу просто бомбочка вообще прикольно осталось теперь перекрыть все это дело знаете я перекрываю сначала топом вот таким вот с липким слоем он не тянет за собой стемпинг короче прям очень и очень хороший а потом перекроем матовым топом все и все так я думаю подождем на всякий случай пусть еще чуть-чуть подсохнет тем временем у меня уже этот рисунок тоже уже я думаю под застыл и сейчас мы его тоже перенесем на другой ноготь так мы решили его вот на этот ноготь положить об клеем и вот такой милашка блин очень мило смотрится просто вообще знаете когда один ноготь еще но не настолько прям круто смотрится когда все ногти вообще бомба и мы думаем на вот этот мизинец сделать не тотора а вот как раз таки вот этих вот грязнюшек блин вот я помнила как их называют но что-то вот я забыла хочется их назвать какие-нибудь вкусняшки вообще ничего не такое но я помню то что они были как как такими пылинками по моему да вот этом вот забытом доме какие-то такие волшебные штучки их наверное каким цветом наверное черный грубовато будет смотреться наверное каким-нибудь сереньким я и сейчас сделаю у меня вообще есть вот такие вот палитры с нашими лаками мы их выкрашиваем для клиентов еще для того чтобы знаете покрытие лаком просто обычным сделать чтобы было удобно посмотреть так а вот серого наверное у меня оттенка ты не нет есть вот как раз зеленый которые мы использовали наверное просто черным сделаем его да и не будем париться не знаю коричневым ну коричневый как-то не знаю коричневый кстати коричневый будет нормально тоже смотреться тоже интересно черный или коричневый черным все давай черным тогда отлично выпендривалась вам палитрой своей новой так черный черт чернушки ребята все чернушки поэтому конечно чернушки нужно делать черными давайте их вообще рассмотрим какие они там интересные есть так одна звездочку держит другая две звездочки милашный это по моему с ручками до каким-то тоже звездочку держит блин прикольно вот до звездочек я не досмотрела вот кстати не знаю что за звездочки такие но вот я думаю наверное прикольно вот такую вот милую и наверное просто вот обычную давайте такие сделаем мазула отпечатала скорее так все они у меня перенеслись но кстати вот можно как раз таки посмотреть но вот это вот сто процентов а другую сейчас решим там беру свою каталку убираю все лишнее и просто печатаем все очень просто да очень мило смотрится вообще ну а вторую еще как мазь ляжет так и напечатаем ее сейчас так ну давайте вот как мне понравилось вот это вот сразу который с двумя звездочками такая милая ее и за банцием опа отпечатала сразу все лишнее забрала давай печатайся все все лишнее убрала и бомбим ее куда-нибудь как ее расположить а вот так наверное симпатично что за мусор сейчас будем убирать этот мусор ну короче ни один видос не проходит у нас без какой-то ляпы сейчас вот так вот попробую о идеально все еще заново и отпечатаем и все вот такие новости ну просто мега бомба лейла какая-то получается я перекрыла сейчас топом про который вам говорила вот этот рук на эл он не тянет краску за собой черную но естественно и нужно дать время ей подсохнуть для того чтобы она не тянулась большой палец я сделаю за кадром не буду уже вас мучить так скажем этим и сейчас буду все покрывать матовым топом матовый топ у меня от вира попробуйте потому что у нас он самый ходовой в нашей линейке потому что он не пачкается тоже скоро его можно будет купить на валберес но не знаю насколько скоро потому что сейчас у нас валберес в таком тестовом режиме будем еще смотреть насколько это вам откликается насколько вам интересен этот валберес но купить его можно на нашем сайте у нас его обычно заказывают сразу по три по четыре штуки потому что бывает иногда такое что его просто нет в наличии потому что очень быстро раскупают мы просто не успеваем пополнять запасы поэтому имейте ввиду себе это потому что у нас клиенты в студии приходят и говорят я хочу ногти матовые ну вот я знаю у вас есть какой-то топ после которого не пачкаются руки вот поэтому даже клиенты знают уже о таком волшебном топе очень легко перекрылся сушим и будем сейчас все эти ногти покрывать топом ну что я была рада провести с вами этот урок ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите в комментариях какой урок еще вам записать что вам интересно какие дизайны какие темы разберу поподробнее их я прям так вдохновилась обожаю такие творческие маникюры еще в стемпинге есть такое негласное правило о том что нельзя копировать работы чужих точнее других мастеров они на это обижаются я если честно не вижу в этом ничего такого что такого в том чтобы повторить дизайн другого но в стемпинге тут другая тема что вот кто придумал того и все и того и тапки так скажем вот поэтому процесс такой получается творческий интересный очень и я вот прям вот думаю нужно обязательно еще какие-нибудь видосики заснять с этим стемпингом потому что маникюры прям ну реально бомбовские получаются вот все всем пока и до новых встреч а